всем привет с вами алексей 5 сентября 2020 нахожусь на работе на своей официальной работа сутки трое вот пока меня это устраивает ну конечно же сами понимаете рано или поздно с этой работой придется попрощаться так как у фундука я вижу очень большие перспективы это касается и ореха и саженцев тем более в общем скорее всего на эту тему буду уже конкретно перепрыгивать то есть все будет официально будут делаться документы то есть все я считаю уже сейчас все скажем так стало намного поинтереснее да чем там год-два назад то есть уже прогресс на лицо есть команда уже серьезно в общем как бы в общем надеюсь все все получится все будет хорошо так вот сейчас как раз к чему все то есть появилась немножечко более-менее свободное время сейчас дозревает урожай первые орехи снимаются пробуются до сих пор еще не могу определиться с любимым сортом потому что все новые новые орехи радуют очень сильно под галле очень порадовал я его попробовал недавно позже какой вкусный орех реально то есть не знаю очень тяжело определиться с сортом так вот я давно предлагал что если кто-то есть из харькова с харьковской области харьковского района кто хотел бы чтобы я на своем канале разместил приехал гости к нему и прорекламировал его так сказать даже не то чтобы прорекламировал но показал участок сорта сейчас можно показать орешки понимаете то есть сейчас как раз замечательное время можно заснять будет кусты орехи и маточники в общем еще раз обращаюсь у кого есть маточники очень интересуют маточники до сортовые орехи можно даже не сортовые конечно если у вас там один два три кустика я думаю что как бы ну наверное не стоит единственное что стоит если у вас какой-то крупный круглый орех а вот название которого вы не знаете и то есть ну возможно сеянец какой-то удачный сеянец то да тогда принципе но можно будет пообщаться по этому поводу или поменяемся на что сортовое так как такой орех меня очень интересует однозначно вот и при удачном стечении обстоятельств мы может сможем потом со временем этому сорту скажем так дать жизнь на официальном уровне то есть даже зарегистрировать со временем поэтому есть такие темы поэтому как бы был а вот такие орешки будут украине потому что всех все украина засажена сеянцами и продолжает засаживаться успешно это конечно очень плохо с одной стороны но с другой стороны это будет своего рода селекция поэтому я ожидаю в украине очень много новых интересных сортов которые будут вырастать из сеянцев сеянцев шедевра хотя как бы это маловероятно потому что до сих пор купить шедевр это не так-то просто на самом деле особенно в больших объемах да если поштучно еще как-то можно вот и продается под шедевром очень много разного непонятно и получается что человек допустим покупал сеянцы до якобы шедевра то совсем не факт что там были орехи шедевра то скорее всего орех был какой-то вообще левый вот ну посмотрим так что я думаю все это скажем так получится и приглашайте приглашайте к себе на участке номер телефона будет в описании под видео я всегда стараюсь оставлять номера телефонов в описании под видео вечерком созваниваемся когда там время есть поговорить допустим и договариваемся да ну что скорее всего точно будет это чтобы меня забрали то есть отвезли привезли это наверное будет обязательное главное условие да потому что скажем так я и так потрачу свое время в принципе канал уже почти 3000 подписчиков то есть реально это такие видео как показывает практика интересная и соответственно о вас узнают и возможно во первых мы еще познакомимся да и я думаю что со временем я все равно перейду и на реализацию ореха однозначно то есть возможно вам будет проще тогда продать кому-то или нам потом свой орех потому что как бы это уже будет все идет на развитие да то есть а если вы торгуете саженцами мы также сможем либо сотрудничать так как допустим я приехал и убедился в сортности сто процентов да то есть уже я как бы в сортах нормально разбираюсь в принципе и то есть можно будет посотрудничать да а можно будет и ваши контакты при желании оставите чтобы люди звонили скажем так заказывали саженцы на саженцы спрос есть к сожалению я вот сейчас не могу удовлетворять большие заказы на сегодняшний день да у меня есть много заказов было там по трапезунду по шедевру у меня нет таких объемов на сегодняшний день то есть опта нету то есть сейчас именно нехватка саженцев по некоторым сортам идет поэтому если у вас харьковской области харьковском районе есть оригинальный трапезунт саженцы трапезунда или шедевра тем более то то есть тогда однозначно приглашайте очень интересуют сорта каталонский барселонский гале как они развиваются в нашем регионе и итальянцы очень сильно интересуют то есть у меня есть эти сорта высажены на участке но на участках возле дома там да но это не то я бы хотел все-таки уже более взрослые кусты хотя бы пяти шестилетние чтобы хозяин рассказал как они развиваются и насколько все хорошо или плохо потому что я все больше прихожу к выводу что все-таки надо искать свой орех надо искать свой орех и такая тема может не подойти сюда какой-то определенный один сорт который будет везде хорошо расти да ну вот почитайте там по трапезунду но в россии он очень плохо растет на самом деле в центральных очень плохо он мерзнет он люди пишет там московская область это но там к дну ему там некомфортно допустим да а тут же 42 19 и другие сорта да то есть морозостойки вот сто процентов я уверен полина там будет тоже хорошо расти да то есть именно морозостойкие сорта неприхотливы они там будут прекрасно расти поэтому все таки я считаю что нужны испытания и вот эти видео которые я буду делать да по своему региону по харьковской области я буду видеть сады и уже конкретно понимать какие сорта в моем регионе дают прекрасные результаты а если они дают прекрасные результаты там где скажем так морозостойкость очень важна до устойчивость именно к весенним заморозкам те сорта которые здесь хорошо показали здесь у нас суховато на самом деле то есть этот вопрос об итальянца будут ли они хорошо расти у нас здесь или нет то если здесь хорошо значит в других регионах скорее всего там климат помягче там будет развитие беспроблемное еще лучше то есть понятно если у нас все выдержала здесь вот есть у нас участок такой интересный там получается низина водоемчик и открытая местность грубо говоря и вот допустим там разница между моим участком возле дома и тем участком достигает 5 градусов то есть если у меня минус 5 то там минус 10 минус 11 это наш испытательный такой полигон получается и я смотрю как там растения развиваются и понимаю что если там развилась то принципе можно практически везде уже высаживать однозначно то есть там очень жесткие условия вот это очень классная тема что есть такой полигончик потому что по развитию сортов там мы понимаем какая морозостойкости будет ли у нас хорошо прости это растение плодоносит вот такая ситуация так что всех очень-очень жду скажу ваших предложений жду ваших звонков звоните не скажем так не оставляйте это дело на потом кто действительно заинтересован потому что и вы только выиграете скорее всего ход таких скажем так видосиков то есть реклама никогда еще никому не мешала единственное что если у вас все это там как-то незаконно без документов и вы боитесь налоговую то тогда можно как бы может вы побоитесь но дело в том что мы можем показать не все и озвучить не все объемы да мы можем сказать что это скажем так гектарная посадка сколько там этих гектар мы можем не говорить мы можем не говорить точное местонахождение вашего объекта вот и не оставлять ваших контактных данных поэтому если вам не надо чтобы вам звонили там так далее то принципе никто не будет знать принципе где это и находится вот такая ситуация сады есть ребята я знаю что садов много я только и слышу уже по харьковской области то там сад то там сад люди меня говорят то там садочки люди высаживаются высаживаются же по пять лет назад высадились там три года назад так что давайте я очень жду ваших скажем так информацию от вас предложений и будем встречаться будем знакомиться общаться и скажем так фундук надо развивать потому что я все больше скажем так столкнувшись с этой культурой я все больше понимаю какая же она обалденно то есть это золото эта культура может озолотить украину просто озолотить и и жители и те кто будет этим фундуком заниматься потому что цена на орех